Вот, и так как это наше основное оружие на всю игру будет, то есть, наверное, мы тут сюда... Чё тут два псих-то делают? Ха-ха-ха, танцует там. О, у меня такая же фигня была. Меч сам себя улучшил. Этот просто глаза, глазами его, как джедай, блин. Я не знаю, видать, какой-то баг или хрен его знает. Короче, меч сам себя улучшил и в руки мне бросился. Вот, зараза какая. Прикольная как-то огромная жуке, да? Остров создателя. Ну, давай. Ой, кусь, рута. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение. Замечательные игрушечки NeverInternet Enhanced Edition, дополнение Hordes of Underdark. В прошлой серии мы нашли кузнеца и вообще вышли в город. Мид, ой, лид, миотар. Вот, и этот резольвир, этот кузнец может нас зачаровать вещи, улучшать. Прям вообще за невероятные деньги, но мы сейчас этими займёмся. Ну, смотрите. Внезапно вы чувствуете слабость, как будто ваше оружие вытягивает из вас жизненные силы. Я сначала не помню, что это за фигня, а то, смотрите. Штраф к параметру телосложения минус 4 временно. То есть, видимо, надо в любом случае отдыхать с этим оружием, да? То есть оно кольёт нашу эту... А интересно, а если, например, мы, скажем так, не будем отдыхать, то есть постоянно у нас вот эта вот лабуда, вот, он может вообще убить нас, вот. Интересно, это как-то запланировано или нет. Ладно, в любом случае мы нажимаем отдохнуть, чтобы пропал этот баг. Вот, и давайте зачаровать. Вы много написали в комментариях, чем мне зачаровать. И я тут точно думаю, что будем ускорение брать, чтобы сапоги можно было снять. Вот, и так как это наше основное оружие на всю игру будет, то есть, наверное, мы тут сюда... Чё тут два псих тут делают? Ха-ха-ха, танцуют там. Возьмём, наверное, даже сопротивление заклинаний, потому что там сопротивление заклинаний у аж 20 пунктов. Поэтому, как бы, 12-й эти перекроются. Вот, и... Само-то будет, само-то. Так, давай вот сделаем вот так, сохранимся. Улучшим, да, меч длинный, вот. В остальном это здоровье ерунда. Два. Я думал, это будет вампиризм, но это просто регенерация, я уже тут посмотрел, поэтому фигня. Вот, я думаю, что мы сопротивление заклинаний возьмём, потому что здесь можно в один меч запихать очень много. По-моему, штук 6, если мне не изменяет память. Но урон должен быть только один. Поэтому, наверное, давай возьмём мы его какой-нибудь ледяной. Электрический вот урон холодом, чтобы у нас был этот джедайский меч вот такой светящийся. Будет прикольно. Так, давай сразу, наверное, тогда заточку, наверное, брать не будем, потому что мы можем её накастовать, там толку от неё никакого. 100% скорость. И сейчас вот, смотри, как же работает мастер. О, у меня такая же фигня была. Меч сам себя улучшил. Этот просто глазами его, как джедай, блин. Я не знаю, видать, какой-то баг или хрен его знает. Короче, меч сам себя улучшил и в руки мне бросился. Вот, зараза какая. Зачем казнется? Очень понятно. Так, всё. У нас теперь есть на нём ускорение. Прям замечательно. Давайте дальше. Наверное, вот так даже сделал, потому что нам 100% мы ускорение будем оставлять. Так, теперь истинное зрение нам, я думаю, что не нужно. Не нужно. Вот сопротивление заклинанию, я думаю, что стоит взять. Давай возьмём. В этот раз он ничего не будет колдовать. Так, длинный меч. И 100% какой-то урон надо будет, да? Время передаёт. Так, это понятно. Затащить понятно. Восстанавливать ерунда. Сопротивление взяли. Истинное зрение тоже, наверное, можно, но, наверное, всё-таки лучше урон, да? И потом на остальное будем улучшать. Так как это у нас будет, ну, я планирую, это основное оружие. В правой руке, возможно, мы поменяем на какое-то другое. Поэтому, наверное, пока сильно его не будем улучшать. Но в любом случае. Так, давайте урон холодом добавим. Работа от мастер. Чё у нас теперь? Получается 2D6. 2D6 урон холодом. Да просто немыслимо. Эргенция вампира. Вот сопротивление закинанию 20. Это прям вообще здорово. Так, чё ещё можно? Давай попробуем ещё кислотный урон. Ну, мне кажется, он скажет, что у вас уже есть такое, да? В твоих руках уже имеют улучшенный урон. Это просто, да, всё. То есть определённый, видать, набор какой-то, да? По паттерну идёт. То есть один урон там, я не знаю, одно улучшение. Что-то такое. Истинное зрение мне не нужно. Вот и восстанавливать здоровье тоже полнейшая урда. Поэтому, наверное, просто улучшение. Дело. Вот. К попаданию нам в любом случае. Само а то. Давай. Так. Сейчас посмотрим, насколько можно улучшить. Так, всё получается на единичку, да? Да. Сто десять тысяч уже, сука, скинь. Сто тридцать. Сто тридцать. Обалдеть. Три в руках уже имеет это свойство. Всё. То есть максимум там какой-то кап, да? Есть. Что у нас по деньгам? Двести тысяч осталось. То есть получаться не с деньгами проблема. Так. Это у нас шляпа уже плюс десять улучшения. И я ещё пять смогу накинуть. Вот уже двадцать восемь. Давайте посмотрим. Если сейчас не изменится, тогда нет смысла. Да. Смотрите. Время на пять. И у нас, ну, хотя может быть. Двадцать восемь. Видите? Двадцать восемь. Двадцать три восемнадцать. То есть пять у нас бесполезных получается накладываться. То есть их вообще бесполезно накладывать, потому что мы можем улучшить, да? Вот. И как бы... Кстати. Вот. На локсах. Нормально. Убострение. То есть вот. Двадцать восемь. Двадцать три. То есть пять улучшения к попаданию бесполезно. То есть всё равно какой-то кап и улучшения у нас не увеличивают. Поэтому... Оху нет. Давай подождём. Тупо этот баф спал. Да. Всё. Двадцать три... Двадцать восемь. Двадцать три восемнадцать. Всё понятно. В общем, улучшать можно, например, только до пяти. Да? Или... А, ну да, кстати. До двадцати восьми, короче. Давайте сейчас будем тогда улучшать. Блин, я зря жду. Ладно. Так. У нас всё ещё... Да, зачарованно. Давайте загружаться. У нас сейчас скорость взята. Давайте сопротивление заклинанию возьмём. В общем, прям отлично. Так. Сопротивление заклинанию. Давай. Рад встреть. Улучшить оружие. Энсерик. И холода. Давай. Так. У нас чё теперь? Да. Рад встреть. А, смотри. Он красным светился. А теперь... Теперь, чёрт пойми, каким-то синим... Сине-зелёным каким-то, блин. Ну ладно. Так. Это, видать, вампиризм, да? Перекрывал. Так. Вот у нас улучшение двадцать восемь должно быть, да? Поговорить. Так. Двадцать. Заклинание холод. Ускорение есть. Так. Двадцать два. Давайте улучшать тогда. Так. Истинное зрение. Я не знаю. По идее, у нас есть заклинание видеть невидимо. Это, по-моему, одно и то же. Ну, наверное, истинное зрение получше. Но, может, там ловушки какие-то видеть. Ну ладно. Фиксим. Неохота мне размениваться. Но, если сейчас мы возьмём вот эту вот шляпу, да? И у нас двадцать три. То есть, получается, ещё мы можем до двадцати восьми ещё пять рад встрече. А, подожди. Подожди, подожди. Тут надо... Тут не пять. Тут надо вот так. Двадцать три восемнадцать. Подожди, а что такое? Пять временно? Пять... А он что, не показывает, что ли? Я что-то не понял. Двадцать три восемнадцать, нет? Рад встрече. Видимо... Видимо, максимум. То есть, он уже не работает. Слушайте. Тогда баф вообще не работает, получается. То есть, нам сейчас бесполезно... То есть, бонус улучшения плюс пять. Это максимум именно улучшалки, да? То есть, заклинание, смотрите, оно вообще не прибавляет бонус атаки. Ничего себе, я такого не знал. Смотрите. Двадцать три восемнадцать, да? По идее, сейчас должно как от десяти. Двадцать восемь быть. Но... У нас нет этого. То есть, соответственно, если мы сейчас улучшим, то оно улучшится. А, подожди. Уже, уже улучшится. То есть, десять максимум от нее, да? Но, а когда ты улучшаешь ее на кузнеца, это засчитывается. То есть, вот мы улучшаем плюс один. Соответственно, у нас двадцать четыре стола. Видите? Обалдеть. Рад. Так, двадцать пять. Два раза. Рад. Вот так, да? Все, у нас двадцать восемь. То есть, мы заклинание можем на него не кидать. Пойдет. Теперь оно максимально улучшено. Плюс десять. По крайней мере, это хоть от нее и работает. Было бы здорово, наверное. Я не знаю. По идее, плюс пять было бы, да? Наверное, работало бы. Плюс ноль, например. Ну, блин. Короче, не знаю. Я бы что-то странно шляпал. Ну, давай, наверное, пока мы энсерик и попробуем истинное зрение. Если наложится, то ладно. О, отлично. Попробуй. Что бы дать было. Теперь у нас меч вообще от всего, черт возьми. Супер меч просто. Так, десять. Ускорение сопротивления заклинанию. Истинное зрение ограничено. Прррр, пипец. Так, здесь. Здесь бонус улучшения точно такой же абсолютно. Но, кстати говоря. Теперь, как у нас будет с правой рукой? Вот сейчас, может быть, и будет работать. Нет, тоже не работает. Офигеть. Ладно. В общем, в любом случае, 24, 19, 14. В принципе, неплохо. Я бы даже сказал, офигенно. Даже больше, чем этот в правой руке. Интересно. Блин, давайте еще глянем кое-что. Сейчас вот мы вот так вот сделаем. Взять-то мы в любой момент сможем. У нас сейчас получается зачарование только на ускорение. Да? Вот ускорение. Все. Плюс 4. Мы берем в правую руку рапиру. И нас становится 22, 17. Вот. 18, 23. Так, подожди. Блин, зараза. 18, 23. Еще песни у нас добавляют. Песню подождать. Блин, вот это затемнение дурацкое бесит. Что мы сделали? А что? Нельзя теперь ее? Песню нельзя отменить. Зараза, все, мне зафакапило. Гадина. 15, 20. Блин, долго. Долго ждать. Балван, я это нажал. Так, сейчас. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот одеваем. И у нас получается 18, 23. Мы зачаровываем. А, 19. То есть плюс 1 еще добавляют. Но тоже шило на мыло. То есть, как бы, смысла нет, да? 19, да. Все-таки, все-таки 5 надо брать. 100%. Поэтому берем. Так. Скорость у нас была там, да? Урон холодом. У нас красный. Так, красный. Берем тогда урон холодом. И улучшаем 1. Улучшаем 2. Улучшаем 3. Улучшаем 4. Так, этого у нас 20. Плюс 6 получается. 24 максимум было. То есть, еще 4 раза, да? Рад встр... Раз. Рад. Два. Рад. Три. Рад. Четыре. Вот так. Кстати, в этот раз намного дешевле что-то вышло. Плюс 7. Почему? Рад встр... Улучшить оружие. Смотри, как работа от марта. Рад встр... А, вот, 130 все пошло. Так. 23. Последний раз, я так понимаю, да? Так, 9 и где? Плюс 9, да, последний раз. Ну ладно, все тогда берем. Кто? 50 тысяч. Ладно, пойдет. По крайней мере, хотя бы все проверили. Так, ускорение есть. Сопротивление магии надо взять. И тогда истинное зрение до конца доберемся. Лучшим по максимальному. Так, сопротивление магии. Рад. Истинное зрение. Обалдеть. Вот это я понимаю мечик. Мне страшно даже сказать, сколько он теперь стоит, блин. Так, граница мобильного разумножим. Ускорение. Все. Мы все, что можно наложили. Отлично. Так. Теперь с этим... Теперь с этим... Особо я не хочу что-то тут накладывать. Я думаю, что просто урона наложим. Потому что, во-первых, дорого. Во-вторых, я не знаю, может быть мы его поменяем. Подожди, не то. Возможно, мы его поменяем. Поэтому, как бы, особо тратить денег на него не хочу. Тем более, у нас вот осталось вообще. Но зато у нас теперь в правой руке просто какое-то мясо. Так, сопротивление за кинами, по-моему, не складывается. Поэтому берется только максимально. Поэтому я не думаю, что пригодится. Что-нибудь просто к урону возьмем, наверное, я думаю. Так, урон холодом. Какой-нибудь кислотный. Давай кислоты ни черта ни у кого нет. Поэтому давай. Все, теперь у нас зеленый и белый. Ну, белый будет. О. А что, уже опять пришло время? О. Да одни добрые джедаи везде. Вот это обалденно. Ладно, вот так вот, я думаю. А сильно не будем зачаровать правую руку, рапиру. Потому что, реально, мы сможем ее поменять, наверное. Ну, вот. Но урон здесь просто бешеный теперь, блин. Не обалдеть. Так, ладно. Все. Давай там. Получается. Получается нам забавать. Только вот эту надо, да? Да. И клушу нашу, да? Так, где там она? Теперь Диккина-то тоже зачарование-то не особо работает. Так как у него этот арбалет. Но в бою, я думаю, он нормальный будет. Так, нам надо силу до 20 добить. Или до 19. Ну, плюс 4 максимум у нас уже. У нас просто этот давал 2. Поэтому плюс 5. Потом вот это наш максимум, я так понимаю, да? Ну, если останется, то... Не, ну, давай. Давай обробу он постановит. Но мне кажется, до 20 не добили. О, добили. Отлично. Нифига себе. Так, за это вот магическое. Все. Так, у нас теперь слот свободный с сапогами. Поэтому можно что-то посмотреть. Типа вот к уклонению ловкость плюс 2. Красота просто. Или телосложение вообще 4. Так, у нас телосложение 107. Давай-ка мы телосложение возьмем. 149 сюда. Ну все, пацаны, вы теперь вообще пепец. Вот это я теперь понимаю. Дики, давай, не отставай. Что так? Трусишь. Так, ученик, ученик. Все, мы с этими, да, поговорили. Давай тут дальше осматривать. Так, тут у нас все. Это мы везде были. Вот в эту сторону пошли посмотрим. Что здесь? Так, дроу женщина. Дроу торговец. Докер. И какие-то у нас таверны здесь. Ну, давайте сначала на улице просто осмотрим. Всех. А потом уже... Ага, выход. А потом уже по тавернам пойдем. Пойдем шляться. А там сейчас заставки щутка, как всегда, какие-нибудь. Командир, кстати, ему... Командир им лод к вашим услугам. А дает вам отрывистый салют. Командир им лод к вашим услугам. Тебе что-нибудь нужно? Я очень занят тренировками моих солдат. Но могу выделить пару минут, если это поможет тебе в борьбе против Валшарос и ее последователей. Ты достаточно жестко тренируешь свои войска. Это ради их же блага. Я уже видел существ вроде тех, которые будут нашими противниками. Когда мы отправимся на битву с Валшарос и ее армией, им нужно тренироваться. И чем больше, тем лучше. Что ты можешь рассказать мне про армию Валшарос? Валшарос командует огромные армии и за ней идут не только дровы. Она собрала в свою армию всевозможных существ андердарка, созерцателей, летидов и даже нежики. Расскажи мне про созерцателей. У нас есть сведения, что улей созерцателей к западу отсюда объединился с войсками Валшарос. Плохие новости. Всего один созерцатель способен причинить куда больше неприятностей, чем хотелось бы. Для этого у нас есть сопротивление магии. Разумеется, если бы кому-нибудь удалось убить созерцателя-тирана, которым правит ульем, все наши проблемы были бы решены. Без нее вся колония развальца и Валшарос потеряет союзников. Может, что-нибудь посоветовешь насчет битвы с созерцателями? Попытайся найти какую-нибудь магическую защиту от лучей, которыми они стреляют из глаз. Их лучи могут причинить боль, убить, парализовать, распылить, но в общем не больно. Если получится, попытайся подобраться поближе. Во время битвы созерцатели используют лучи из глаз и заклинания, но в ближнем бою они более уязвимы. Расскажи мне про элититов. Я думаю, ты скорее знаешь их под названием «Пожирателей разума». Эти существа щупальцами. Валшарос, должно быть, убедила старшие мозги объединиться с ними. Старшие мозги? Элититы живут разбросанными колониями, каждый из которых управляет огромный старший мозг. Но эти сообщества не изолированы друг от друга. Все мозги общаются друг с другом, действуют сообща. Если бы дело было только в убийстве старшего мозга, тогда мы могли бы атаковать Зорвакмур на западе. Но это не мешает остальным элититам присоединиться к Валшаросу. Если бы нам удалось начать переговоры со старшими мозгами, возможно мы смогли бы убедить их не присоединяться к Валшаросу. Но чтобы сделать это, кто-то должен отправиться в Зорвакмур. Я могу пойти и попытаться поговорить со старшим мозгом Зорвакмура. Пойти в поселение элититов? У тебя больше храбрости, чем у меня, Витамин. Я, пожалуй, дам тебе несколько советов. На тот случай, если ты пойдешь, все пойдет не слишком гладко. Тебе нужно найти какой-то способ защитить от них свое сознание. Пожиратели разума слабы физически, но они могут уничтожить твое сознание силой мысли. Разумеется, их способности не могут справиться с теми, у кого вовсе нет сознания. К примеру, с нежитью или големом. Элититы очень боятся подобных существ. Блин, у нас, у нас есть... У меня, у меня где-то было... Кольцо тута. А, ловкость аж плюс 4. Где-то было, по-моему... Нет-нет-нет-нет. Короче, где-то было что-то, что можно было одеть. У него была защита от разума. Вот я только не помню где, но я точно помню, что... А, как-то ожерели вот это вот, по-моему. А, или оно на мне уже? Или на ком-то? Короче, где-то. Или надо бот с Дикина снять. У кого-то есть, короче, защита от сознания, поэтому можно будет пользоваться. Расскажи мне про нежить. К нам приходили донесения о нежите, которая движется из пещер на запах. Полшара с ее войскам. Мы подозреваем, что за этим стоит какой-то культа. Однако мы не располагаем никакими подробностями. Несколько раз мы получали донесения о передвижении нежити. И мы попытались напасть на них с тыла, в надежде уменьшить их количество. Но у нас не было ни единого шанса, в особенности против вампиров. Вампиров убить непросто. У нежити монетят большинство обычных атак. И как заклинания не работают в полную силу. Даже если нам удастся победить одного из предводителей вампира, все равно они вернутся. Мертвый вампир просто превращается в туман и улетает. Единственный способ убить его, поймать вампира в гробу и воткнуть ков в его черное сердце. Проблема в том, что мы не знаем, где находятся эти гробы. И даже если бы знали, я сомневаюсь, что нам удастся добраться до них. Это работа скорее для героев, вроде тебя, Витамин. Естественно, кто бы сомневался. Так, несколько вопросов. Расскажи мне себе. А, у меня не так много опыта. Я знаю кое-что про врагов, которые объединились с волшарств. Созерцатели, элькиды, нежить. Вряд ли я смогу рассказать тебе что-нибудь, кроме этого. Скажи мне себе. А тут нечего особо говорить. Как можно догадаться, я один из дроу. Как и большинство тех, кто находится здесь, первую часть жизни я провел среди дроу. Детский мир жестокого и бессмысленного насилия. Я отличился в бою, и мать Матроны назначила меня на более высокую должность в ее армии. Но, несмотря на мой успех, я знал, что в моей жизни что-то не так. Мы дроу-испорченный народ. Наше собственное зло поглощает и уничтожает нас. Я знал, что мне нужно бежать, и я покинул дроу и отправился на поиски поклонников Элистраи, в надежде найти более верный путь. Мои поиски очень вовремя привели меня сюда, к травидице и ее последователям. Теперь я использую мой опыт для того, чтобы тренировать других, чтобы они смогли сражаться против Валшараса и ее армии. Так, я ищу союзника в битве с Валшарас. Боюсь, я тут тебе не помощник. Наша оборона и так хлипкая. Даже дальше некуда. Я не могу пожертвовать ни одним солдатом. К тому же, какой тебе прок от обычных солдат? Мои солдаты могут эффективно действовать только в большом количестве, а в битве один на один они абсолютно бесполезны. Я только надеюсь, что они смогут устоять перед теми чудовищами, которые Валшарас собираться послать на борьбу с нами. Чудовище? Что вы имеете в виду? Так, это все мы знаем. Так, хочу задать несколько вопросов. Скажи мне себе. Ну, все только. Все, спасибо. Командир сультует вам поврачиваться к своим войскам. Окей. Так. Так, все. Я понял. Так, нас... Я так понимаю, что нас туда не выпустят пока, да? Загонщик росов какие-то. Докер. Так, ладно, давай посмотрим, что тут за домер. И вот этот сундучок. О, Господи, что там ворут-то? Приветствую вас! Если бы не торгуют нифига. Ну, давай поперли в таверну тогда. А вроде тут все осмотрели. Так, это таверна? Так, не таверна. Вот таверна. Подожди, где бы тут? Тут что-то две таверны? Черт его знает. Это постоялый двор. А что? Что-то нажал, она не побежала. Так, дроу-женщина. Де-нани, дроу-страж Де-ани. Ну, давай посмотрим, что это такое. Приветствую вас! Здорово. А где сама Де-ани? Матрона-мать? Брифизане какая-то? Да. Что вам нужно? Какой у тебя рожа страшная. А что ты в шлеме-то дура? А, она не в шлеме, она в этой. Фига тут эти... Они реально, они как эти данмеры из моровинных. Пипец. Несмотря на потрепанную одежду, эта женщина-дроу без сомнения принадлежит к знати. Хотя она пребывала от жалко в состоянии и беда в окружении, она все равно выглядит заносчиво и самоуверенно. Значит, ты ревел и, по мнению провидицы, ты наш спасешь. Хм... Мужчина-человек? Не впечатляет. Ээээ... Кто ты? Дроу неожиданно начинает смеяться. Хе-хе-хе-хе. Забавно для наземника. Я Бризафае, матрона-мать дома Деани. По крайней мере того, что от него осталось. Она показывает на двух стражников, стоящих рядом с ней. Как видишь, дом Деани переживает тяжелые времена, мягко говоря. У меня даже нет дочери, которая планировала бы свергнуть меня. А даже если бы она это сделала, это все равно ничего не осталось. Что случилось с домом Деани? Мы совершили ошибку, бросив вызов в Алшарес. Но в отличие от дома Майавиир, за пределами городов у нас не было отчего дома, куда мы могли бы отступить. Наши армии были уничтожены. Моих дочерей нашла и убила одна из красных сестер. Убийц, которые служат в Алшарес, бежать удалось только мне. В одиночестве, если не считать двух моих телохранителей, я пришла нищая, к дверям дома Майавиир. Когда-то они были нашими соперниками, а теперь это наш единственный союзник в борьбе с Алшарес. Судьба куда более унизительная, чем смерть. Дом Майавиир дал мне убежище. Они привели меня сюда, когда бежали из города. Теперь я сижу и жду их нападения, чтобы насладиться их бедствиями. Как они наслаждались моими. Они забрали тебя с собой, и теперь ты собираешься насладиться их гибелью? Они забрали меня с собой, чтобы вдоволь посмеяться над моим поражением. Матерна Мать Дома Майавиир помогла мне сбежать только для того, чтобы продлить мои мучения. Мои несчастья делают ее немного счастливой. Я знаю это, потому что поступило бы так же, если бы мы поменялись местами. И я выдержал это унижение, потому что знаю, что мне удастся увидеть, как будет уничтожен Дом Майавиир. Ладно, ничего тут не будем, это у них там свои интересы, своя история, свои интриги, поведения вообще. Поэтому мы тут не будем лезть. Расскажите мне про Дом Майавиир. Это обреченные отчаявшиеся дома. Они позволили этим беженцам последовать Эмелистра и не больше, не меньше устроить лагерь в их отчим доме. Матрона Мать по-прежнему цепляется за жалкую веру в то, что ей когда-то удастся пережить то, что ей предстоит. Она отправила в изгнание собственную дочь, испугавшись того, что девочка попытается захватить власть. Ее дочь? Да, ее дочь Зесиир. Единственная выжившая наследница Матроны Майрун. Сейчас она на постоялом дворе, Майавиир живет в изгнании, в то время как ее мать заперлась в башне на севере. Понимаешь ли, Зесиир честолюбива, и учитывая печальную судьбу Дома, появление заговора, это всего лишь вопрос времени. Майрун боится своей дочери, но она также боится, что ее убьют. Так что она оставила дочь в живых, но на безопасном расстоянии. Это увеличивает шансы Дома Майавиир на выживание. Если мать или дочь убьют, оставшаяся в живых может попытаться сбежать. Хотя я бы на это не рассчитывал. Расскажи мне про Дом Деане. Мы совершили ошибку, бросив вызов волшарств. Ну, в отличие от Дома Майавиир, запрет... Так, это все знаем. А, так, сюда, да, да, да. Так, на другом... Скажи мне про Провидицу. Она презр... Она презрядно фырка. Она последует цель Листраи, более тебе не надо знать. Она оскорбление всего, за что борются Матроны Матери. Так, сейчас микрофон поправлю. Вот почему последние дома Майавиир кажутся мне такими сладостными. Они вынуждены жить бок о бок с последователями Листраи. Отчаянная и тщетная попытка сохранить свои жизни. Но Дом Майавиир не избежит своей судьбы, как и Дом Деане. Он падет перед Волшарц, и никто не Провидица, ни даже ты, никто не помешает его разрушению. Леща бы сейчас дал бы. Что ты можешь рассказать мне об этом лагере? Этот лагерь обречен, Провидица имела глупость связаться с тобой, связать с тобой все свои надежды. А Дом Майавиир в отчаянии, и потому присоединился к ней. Союз врагов объединившийся против того, кто уничтожит их всех. Но я видела, какова на самом деле сила Волшарц. Все, кто находится здесь, будут уничтожены. И поэтому я тут, чтобы увидеть, как все падут. Даже когда дай, и чтобы насладиться их разрушением. Нам не Бог говорит, что она ужасная ночь. Иди или оставайся, какая мне разница? В этом лагере все равно все обречены. Я здесь только для того, чтобы насладиться странами. Да, вот эта веселая женщина, веселая. Прям оптимист, оптимист. Так, кто у нас здесь? Дроу, 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 безымянный все, да? Ну, кстати говоря... Супер для добычи. Видать, это просто такая... Нет, это самое... Черный ящик. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. Та-да-та-та-та-та-та. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, прям не могу, а? Так, черный ящик в студию. Все, получается... Ой, как, что это за лаги-то пипец? Лаги? Что-то что такое? Компьютер уже не справляется от этой... От этой игры мощной. Ладно, это какая-то дурацкая таверна. Что-то здесь прям ни черта нет вообще. У тебя найдется минутка? Да, найдется. Я хочу сказать тебе кое-что. А вон Квалас. Что ты хочешь мне сказать? Да, Натира. Будьте осторожны рядом с доками. Темная река один из ключевых пунктов, обеспечивающих безопасность лид Миатара. Ни одна армия не может считать себя в безопасности, пересекая ее воды. Но вы, кто падает в них, мгновенно погибают. Нифига себе! Ты думал, что река остановит армию Валшарес? По крайней мере, она не даст им атаковать эту часть города. Через темную реку нет мостов, а те, что были, быстро смывались наводнениями. Из-за сильного течения реку невозможно переплыть и почти невозможно пересечь на лодке. Только самым опытным лодочнику удается переправляться с одного берега на другой, не оказавшись в водяной могиле. Так как же нам ее перейти? Если захотите пересечь реку, найдите Коваласа. Лодочник знает реку, как никто другой. Он или она насчет Каласа, это трудно понять. Он может перевезти вас, куда он нужен. Это, видимо, когда мы к Коваласу решили подойти, да? Но мы к нему пока не будем подходить. Мы сначала в таверну давайте заглянем. О, джи, а тут зайти можно? Я? Сделали дверь, чтобы просто показать, что она заблокирована. Ладно, там остальные тоже трогать не будем. Все, погнали в эту таверну. Надеюсь, тут побольше будет всякого. О, ну, здесь... О, вот она, Зесир, да? Хорошо, что мы сначала там посмотрели. Так, Зесир, дро, дро, дро. Ну, кстати говоря, что-то таверны здесь такие себе, все безымянные. Ну, давай с Зесир поговорим. Ну, что еще? О, это это же из первого дополнения. Как там? Я, 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 я Вика какая-то там. Это женщина-дру, судя по всему, младше большинства тех, которых вы видели в лагере. Хотя по ее поведению понятно, что она достаточно важна особо. Так это... Так это на тебя, надеется, провидица Реви? Витамин, не так ли? Меня зовут Зесир. Я единственная дочь и единственная выжившая наследница Майрун, Матроны дома Майавир. Я надеялась, что ты придешь сюда, чтобы поговорить со мной, Витамин. Я хочу сделать тебе одно предложение, но если бы я стал искать тебя, это привлекло бы слишком много внимания. Но коль скоро ты здесь... Предложение? Какое предложение? Какое предложение? Вот с этого момента поподробнее. Сейчас, наверное, какой-то тут этот переворот захочет устроить. Дом Майавир, мой дом, переживая тяжелые времена. Матрона Майрун, моя мать, перевела нас на край пропасти. Многие считают, что пришло время изменений. Многие считают, что править должна я. Разумеется, моя мать не глупа. Она осознает, что я представляю для нее серьезную опасность. Именно поэтому она изгнала меня из башни, где она сейчас живет. Она считает, что за высокими стенами ей ничего не грозит. Разумеется, она переоценивает безопасность своего положения. Я знаю, что нас воспитали именно так, но всегда можно выбрать другой путь. Путь, который не связан с предательствами и смертью, или с травим, может... Не кидайся мне в лицо именем своего бога. Все не смогут убежать на поверхность, которым... Некоторым придется выживать здесь, в Андердарке. А значит, приходится строить заговоры, чтобы обеспечить себе будущее. Моя мать думает, что я не представляю никакой угрозы. Но у меня больше сторонников, чем она думает. Все, что мне нужно для завершения дела, это убийца. Достаточно могучий для того, чтобы убить ее и ее телохранителя. Ты хочешь смерти собственной матери? Она смеется. Разумеется, тебя это не удивляет. Это типично для всех дроу. Мать Матрона выращивает своих дочерей, прекрасно сознавая, что они попытаются занять ее место, как только достигнут нужного возраста. Достаточно откровенно, а ты не боишься, что твой заговор раскроет? Матрона Майрун уже подозревает, что я пытаюсь организовать заговор против нее. Но слухов сплетен недостаточно для того, чтобы заставить ее действовать. Она не может убить свою последнюю наследницу, если у нее не будет неопровержимых доказательств. Если ты расскажешь ей то, что я сказала тебе, это будет всего лишь пересказом очередных бездоказательных слухов. Она не станет ничего предпринимать, чтобы ты ей не говорила, да я вот эту серию покажу и все. Вот, ты только что все мне рассказал. А тут купиться, что ли? У меня в видеодоказательство есть. Так. Извини, но меня это интересует. Я не хочу участвовать в таком чудовищном преступлении. Ну, по идее, мы должны так отыгрывать, да? Ну, блин, мне интересно. Может, как-то можно было бы договориться, что-нибудь там сделать. Блин, вот жалко, это, скорее всего, непродуманно. Если сейчас я нажму согласиться, то у нас тогда не будет выбора убивать. Вот сейчас-то вот такая фигня. Ладно, давай. Извини, меня это не интересует. Она вздыхает. Это отличная возможность витамин. Ты будешь глупцом, если отказываешься. Приходи снова, если передумаешь. О, вот это нормально. Вот это нормально. По крайней мере, есть шанс еще вернуться. Можно будет побазариться с теткой, да? И сказать, что можно. О, сундук дров. Нифига. Не сундук, не сундук. А, вот комод дров. Комод витамина, вы хотели сказать, да? Блин, 161 тысяча осталось. Обалдеть. Так, ладно, все, тут ерунда. Погнай-то получаться. Я так понимаю, нас не выпустят вот здесь. А, может здесь-то и не выпустят. Боюсь, нам предстоит еще много убийств. А мое сердце уже и так запятнено кровью тысяч жертв. Ну, что поделать. А, вы его вообще насрать всем. Ладно, поперли тогда. Окрестности. А, может тут нас не выпустят? А, вот смотри-ка, майвир, солдат. Нифига тут еще. Это что такое? А, на башню, да? О, прикол. Зачем тогда? Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, как они сюда залезают. Так. Это, я так понимаю, тоже туда же, да? Ну, ладно, поперли тогда. Майвир, майвир. Майвир, лучник. Последователь Элистрай. Сержант ОСИР. И майвир, солдат. Так, какой-то сержант. И куча бочек. Майвир, майвир, майвир. Перед вами маленький деревянный бочонок. У него есть маленький фитиль, как у свечки, торчащий сверху. Забрать бочонок алхимического огня. Он 50, по-моему, весит. А, ну, ничего нам не будет за это? А, нормально. Так, ну, мы его можем... Вот сюда вот запихнуть. Давай один возьмем. Он будет... У нас ничего не будет весить в этой сумке. Поэтому, может быть, пригодится. Ух ты, какой. Какой этот фиолетовый-то, черт возьми. Так, это, я все так понимаю, это он же, да? Катапульта. Ну, давай поговорим с сержантом. Нас и не выпсят, нифига. Когда вы подходите, этот стражник салютует вам. Ты витамин, правда? Сержант Асир, к вашим услугам. Я отвечаю за оборону ворот. Как видишь, мы глаз не сводим с ворот. Мне бы только хотелось, чтобы у нас были еще войска для укрепления позиции. Не хотелось бы никаких неприятных сюрпризов. Сюрпризы, что ты имеешь в виду? За воротами начинается настоящий андердарк. Пещеры там кишатся зерцателями и летитами. И это, если не считать кучу нежики. Ты можешь открыть... А... Ха-ха-ха-ха, ты можешь открыть ворота для меня. Ты можешь открыть ворота для меня? Я сейчас отдам приказ открыть для тебя ворота. Потом ты можешь выходить и входить сколько душе угодно. Только будь осторожнее. Чего тебе? Ой, какой голос у тебя? Я неправильно умру. Ты снова здесь, витамин. Ладно, давайте говорить этим, который начал говорить. Ты снова здесь, витамин. Сейчас за воротами ничего особенного не творится. Хотя я все равно послал пару разведчиков патрулировать местность. Нам несколько раз докладывали, что вокруг околачиваются зерцатели и летиты. Также пару раз была замечена нежик. Ничего необычного, но мне все равно кажется, что на защиту ворот нужно поставить дополнительные войска. Что ты так беспокоишься насчет ворот? Куда там побежали? Блин, это вообще как нежик, да? Другая сторона Литмиатара защищена темной рекой. Даже у Валшарос не хватит могущества, чтобы спокойно перевести свою армию через эти воды. Если она собирается атаковать лагерь, ей придется пройти через эти ворота. А когда она решит сделать это, мы будем ее ждать. И также всех ее летитов, созерцателей и мертвяков. Так, расскажи мне про созерцателей. Мы знаем, что где-то в близлежащих пещерах располагается колония созерцателей. К тому же прошли слухи, что глаз тиран, которому они служат, объединился с Валшарос и меня допугают. Созерцатели опасные противники. Они стреляют из угла с лучами, которые могут вас парализовать, перутеть в камень или распылить. Так что у вас остается только кучка трухи. Что про летитов? Ну, где-то здесь находится колония летитов Зорова Кмура. Это маленькое поселение, ванпос работорговцев, где пожиратели разума покупают и продают рабов. Я слышал, что Валшарос наняла целую кучу колоний летитов к себе на службу. Если это правда, нам придется не сладко, учитывая и силу разума, и все прочее. Ааа, что там с нежити? Время от времени ходят слухи о нежити здесь в Андердарке. Мампиры, зомби, странные мумии. Нельзя сказать, что они и так уж привычны для нас. Но в последнее время их замечают все чаще и чаще. Говорят, что Валшарс удается каким-то образом создать армию нежити, и она собирается направить их на нас. Понятно. Так, интересно, вот мы сейчас выйдем, да? Вот у нас здесь выход есть. Ааа, а сзади-то так это была, там куда она вела? То есть у нас там еще какой-то проход был, давайте, я так понимаю, это основной этот, да? А у нас там в городе еще какой-то другой выход был. И если есть река с одной стороны и вход с другой, а вот это, да, куда ведет? А, да загон. Нифига себе. Просто вот такие же ворота, как выход из города, пипец. А вот я не знаю, нам сначала это был... Наверное, так, это понятно, армия Валшарс, изверцатель ее союзники, тар-та-та. Вот, наверное, да, голем и ностры. Тифлинг Вален рассказал нам об острове, заселенном в единении голема. Если вам удастся прилечь на свою сторону эти механизмы, вы сможете... Во-во-во-во-во-во. Лодоч, то есть сейчас пойдем сначала туда. Пойдем сначала за големами, короче. Просто не обращает на вас внимания и продолжают жевать жвачку. Фиговку уроду. Короче, ладно, все нормально, хорошо, что вернулись. Побежали тогда, получается, к лодочнику. Там, видать, просто какой-то... Какой-то... Как сказать-то? Остров, да, с големами. Поэтому, может, попробуем договориться с ним, пёс его знает. Вот. Поэтому давай, наверное... Потом уже там будем выходить через ворота. Поперли. Добро пожаловать. Существо, стоящее перед вами, закутанно в тяжелую мантию. Вы пытаетесь разглядеть что-нибудь под капюшоном, но вам ничего не рассмотреть в этой темноте. Существо разговаривает с вами, издавая странное бульканье и шипение. Я ковалас с темной реки. Я единственный знаю ее коварные течения. Всех остальных унесет или затянет в ее мутные глубины. Я ждал тебя. Вы ждали меня? Я слышу голос темной реки. Она шепчет тайны, украденные у утонувших. Я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь уничтожить волшар, Россию? Смерть освободит тебя. Я помогу тебе. Я знаю секреты островов. Темная река нашептала их мне, когда я скользил по ее водам. Почему вы мне помогаете? У волшара с холодная черная душа. Она хочет побеждать. Она хочет править каждым уголком андердарка. Даже бурными водами темной реки. Ее сила растет, и вскоре она поработит саму темную реку. Подчинить дикие воды своей воле и своим прихотям. Этого не должно произойти. Поэтому я отвезу тебя на острова. Расскажи мне об этих островах. Острова темной реки полны секретов. Это источники силы и опасности. Там ты можешь найти что-нибудь, что поможет тебе против волшарос и ее огромной армии. Но хотя есть много маленьких островков, только два заслуживают внимания. Остров Создателя. И остров, на котором расположился странный город, возникший из ниоткуда. Расскажи мне про Остров Создателя. Остров Создателя это дом древнего дуаргарского чародея. Создателя здесь не видели уже много веков. Хотя его создания големы по-прежнему бродят по острову. Попробуй найти Создателя. Может тебе удастся убедить его одолжить тебе своих големов. Или, если Создателя больше нет, может тебе удастся найти способ управлять его созданиями. Больше я тебе сказать ничего не могу. Я никогда не высаживался на Острове Создателя. Это дуаргарский остров, и меня там не жду. Расскажи мне об этом странном городе. На протяжении многих веков этот остров был необитаем. Затем на одну ночь там появилось маленькое поселение. За одну ночь. Но это не обычный город Андердарка. Живые существа, живущие там наземные существа. Это родственники дроу, эльфы, как называем их выдноземные. Но у них есть крылья. Обычно здесь такие существа не живут. Они не хотят общаться со мной, хотя, возможно, согласятся поговорить с тобой. Но на острове есть еще кое-что. Что-то магическое. Я чувствую его силу, когда моя лодка идет вдоль берегов, хотя и его истина, а природа скрыта от меня. Я думаю, что эта магия и стала причиной странного появления на острове города. Если бы тебе удалось укоротить эту силу, может быть, и ее можно было бы использовать против Валшарес. Так, эм... Я многое знаю о черных речных водах. И кое-что об островах, окруженных этими водами. Давай спросим, кто ты. Но о твоем мире, мире земли и сухой почвы, я знаю мало. А давай спросим, кто ты. Я Кавалас с темной реки. Я навигатор, проводник и хранитель ее секретов. И я единственный способен показать тебе дорогу на острова, которые ты ищешь. Ты дроу, дуаргар, что-то другое? Я... Нечто другое. Я могу перевести тебя через темную реку к островам, которые тебе придется посетить, если ты собираешься уничтожить Валшарес. Больше ничего тебе знать не нужно. Эм... Умри, чудовище. Я многое знаю о черных речных водах. И кое-что об островах, окруженных этими. Ты хочешь уничтожить Валшарес и ее смерть освободить тебя. Я помогу тебе. Я знаю секреты островов. Так, ладно, все понятно. Эм... Препятственно переплыть в темную реку. Куда бы тебе хотелось поехать? Давай сначала Создателя. Что-то меня заинтриговало. А давай на остров Создателя. Прикольно как-то огромный в жуке, да? Остров Создателя. Ну, давай. Ой, какой зару-то. А, блин, он что, тебя вместе с нами тут будет? А если другим надо куда-то поплыть будет? Вот, Валван. Так, ну... О, Дуэргар Воин. А, кстати, они мирные. Они похожи на Дуэргаров. Щерые гномы. Вот кто они. Может, они и неплохие, босс, но будь осторожнее. Прежний босс говорил, что они очень упрямые и совсем невкусные. Блин, как же хороша озвучка, а? Не моя кривая, а вот именно голосами вот этих вот актеров, блин, всяких. Обалдеть. Рад встрече. Так, нам нужны именные. Дуэргар, Дуэргар. Дуэргар торговец. Давай сначала с торговцем. Рад встрече. Рад встрече. Это Дуэргар, определённо старше любой здесь присутствующий. Когда вы подходите, он прекращает копаться в вещах, разложенных вокруг него, и поворачиваться, чтобы поприветствовать вас. Короче, дроу это люди, такие с тёмной кожей, да? А Дуэргар это тупо гномы тоже с тёмной кожей, с точно такой же чёрной, прям вообще серой даже. Мне кажется, тут все расы, эльфы вот эти вот какие-нибудь тоже есть, что-нибудь типа такого, пёс его знает. Эй, ты говоришь, что с поверхности человек, да? Я ваших встречал когда-то. Должно быть пятьдесят... нет, шестьдесят лет назад. Но с тех пор ни одного не видел. Меня зовут Дуэлвер, заведую провиантом в этой экспедиции, а также продаю, чего добудем. Другими словами, если хочешь чего купить, я тот, с кем стоит говорить. Несколько вопросов. Тебе лучше попытаться счастья в разговоре с Даханной, я заведую только провиантом. Но я постараюсь и отвечу на всё, что смогу. Что вы, Дуэргар, делаете здесь? Ха-ха! Я думал, Дахана тебе всё объяснила. Мы собираем здесь всякий утиль. Тут же есть залежи хорошего металла в подземелье на севере острова. Мы возьмём всё, что сможем унести, вернёмся с этим домой и продадим тому, кто даст лучшую цену. Шикарная была бы работа, если бы не големы. Големы? Конечно. Руины на севере кишат ими. Создания покинутые волшебников, которые правил когда-то этим островом, всё ещё защищают то, что осталось от их дома. Если ты хочешь знать о големах больше, тебе действительно стоит поговорить с Даханой. Так, давай ещё вопросики. Что ты можешь рассказать мне об этом острове? Только то, что говорится в легендах. Когда-то это был дом могущественного волшебника Дуаргаром. Так же известного как Создатель. Он давным-давно исчез, но после него осталось в подземелье Лаборатория и его големы. Ты знал что-нибудь о предводительнице дрова Валшарас? Нет, не могу сказать Но тебе стоит спросить Дахану об этом Она тут всем заправляет Я только приглядываюсь за провиантом Так, ну давай посмотрим Конечно, мы притащим этот скарб домой и там все продадим Так что и ты можешь облегчить нашу ношу до того, как мы уйдем Так, ух ты, что такое? Бутылка, а, для магического зелья Блин, ну кстати мы зелью тоже не можем делать Поэтому толку нам никакого с этого Нет, у Джина мне еще подсказали плащик какой-то Там есть три магические заклинания, туда можно запихнуть О, ничего и нет у него Ого, ого-го-го-го-го-го Сумка для добра Ничего нету, простите, пожалуйста 1700 всего, обалдеть Просто Так, мифриловый слиток, стальной и железный Да, но все равно, все равно какашка Костяной жезл, это из него что-то делать можно Да, тут что-то вообще в них Скудненько, скудненько Я так понимаю, големы это вот эти вот, да? Ноги от него стоят Так, с Даханой мы, наверное, поговорим в следующей серии Потому что, если сейчас мы начнем Тут будет вообще полная жопа Давайте пока вызовем Джина Мне там подсказали, что у него какая-то, это, была На поглощение На поглощение урона Поэтому, наверное, Дикину кому-нибудь там Какого-нибудь из Дикинов отдать Я думаю, что неплохо будет Здорово Да-да-да Так, что там за плащ мне там Все тут самое сказали Плащ, плащ, плащ Плащ что-то у нас вот здесь, да? Смотрите, у нас сумма Так Или не у него, господи, где? А где плащ? А где бабуля? Видать, у торговца у какого-то было Не у этого, не у этого, да? Блин Не у Джина, короче Ну, скорее всего Ладно, тогда потом Тогда потом, главное не забыть Камень управления элементалями земли Это грубо отполированный камень странной формы На него нанесены руны с молитвой Грумбару Если его использовать, будет вызван элементаль земли, чтобы служить его владельцу О, оно дорого стоит Три тысячи Блин, слушайте, может купить против элитидов-то? Они боятся всех вот этих шляп-то? Может быть, это как-то сыграет роль? Если он один, то куплю Отлично А сколько раз в день? А, да А, расходы 10 раз вызвать Нормас Пойдет, 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 пойдет Яд многоножки умеренный Используем отравленное оружие Разовое использование Может быть, используем для того, чтобы покорить клинок Отравить ничего не подозревающего противника Го, посмотрю Он стоит в копейке, наверное, да? Мне прям жутко интересно А как его использовать? Так, все, он исчез, да? Исчез Ну-ка, давай Оружие покрыто ядом Яд Класс, ну, кстати, 18 1-2 Ловкости Мали, нифига Смотри, вообще Вы опять Но Я не Я думаю, что он при одном ударе же свалится Да, попробуем Вот так вот Ага, он пропал после первого удара Пипец Ой, как нам У нас-то будет 40, нифига себе Нифига Ну, я, конечно, драться тут не забирался Но чисто проверить То есть, получается, яд просто на одну тычку Но, с другой стороны, тоже неплохо Ладно, ребятушки И давайте тогда, наверное, на этом заканчивать Вот И в следующей серии уже будем изучать этот остров Создателя, да? И поговорим с Даханой И посмотрим, что она нам на это скажет А на этом все Спасибо большое за лайки За поддержку За подписку, ребятушки И увидимся уже в следующей серии Всем доброго, друзья Всего самого хорошего И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok